Следующая тема. Перестройка и ее результаты. 1985-1991 годы. Первая арабская. Мировая ситуация на рубеже 70-х-80-х годов. Нарастание кризисных явлений в капиталистической системе. В кавычках. Проклятие Дефис-2000. Кавычки закрыть. СССР в мировой системе. Запятая советская верхушка в системе межэлитного взаимодействия. О чем идет речь? На рубеже 70-х-80-х годов выявился острый кризис капиталистической системы. Серьезный кризис. И прежде всего это был кризис Соединенных Штатов Америки. Он проявлялся совершенно по-разному. В частности, в значительной степени уменьшилась доля Соединенных Штатов в мировом валовом продукте. Если в 1944-1945 годах их доля была почти 50%, то в 1976 году, год двухсотлетия США, она составила 24-25% по их оценке, 21-22% по оценке независимых аналитиков. Иными словами, гегемония США стала клониться к упадку. Гегемония государства США. И в целом в мировой капиталистической системе нарастал целый ряд кризисных явлений. В закрытых докладах аналитики западные говорили о том, что 2000-й год может стать годом конца капитализма. Капитализм просто не сможет просуществовать в том виде, в котором он существует. То есть его нужно всерьез реформировать и перестраивать. Но для того, чтобы реформировать и перестраивать капитализм, и создавать что-то другое, нужно было убрать альтернативу, то есть Советский Союз. Таким образом, само существование или несуществование Советского Союза становилось фактором серьезной перестройки самой капиталистической системы. В каком направлении шла эта перестройка? Она шла в следующем направлении. Дело в том, что я вам уже рассказывал, что в послевоенный период в капиталистической системе появилась новая, молодая, очень хищная фракция буржуазии, корпоратократия, связанная с транснациональными корпоратами. И она вступила в борьбу с государственно-монополистической буржуазией. Естественно, все решалось в стране, которая была лидером западного мира, в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки между 1963 и 1974 годом произошел, по сути дела, ползучий переворот. Он начался убийством Кеннеди и закончился импичментом президента Никсона. В результате Соединенные Штаты из преимущественных государства превратились в преимущественно кластер транснациональных корпораций. И, по сути дела, если говорить всерьез, в конце 60-х, начале 70-х годов Советский Союз нанес поражение Соединенным Штатам как государству в холодной войне. Соединенные Штаты холодного... Государство Соединенных Штатов... Государство Соединенные Штаты холодную войну проиграло. Но дело в том, что оно... Государство проиграло, но выиграли в самом... То есть потерпело поражение государственно-монополистическая буржуазия. А воспользовалась этим поражением корпоратократия. И если мы посмотрим на то, что произошло в Соединенных Штатах после середины 70-х годов, то мы увидим, что все президенты это выходцы не с восточного побережья, то есть не представители государственно-монополистического капитала, а представители транснациональных корпораций. Это либо Картер, которого поставила президентом трехсторонняя комиссия, либо Рейган, за которым стояли... Это Калифорния, за которым стояли нефтяники. Затем Буш, это тоже нефтяники. Ну и так далее. То есть, иными словами, кризисная ситуация в мировой капиталистической системе подталкивала их к тому, чтобы решить проблему Советского Союза. Что в это время было в Советском Союзе? Записываем. Второе римское. Структурный кризис советского общества на рубеже 70-х-80-х годов. Первое арабское. Экономика. Здесь высокие количественные показатели советской экономики в начале 80-х годов. При наличии серьезных структурных и управленческих проблем, не смертельных для советской экономики. Значительное исчерпание экстенсивных факторов роста. Депланификация экономики. То есть, она переставала быть плановой. Интеграция определенных сегментов советской верхушки в мировой рынок по линиям торговли оружием, сырьем, драгметаллами, зерном и другим. Вот, чтобы понять, насколько парадоксальная ситуация с крушением СССР, мы сейчас с вами запишем некоторые цифры. СССР в 75-м, в 85-м годах, повторяю, несмотря на многие проблемы, если посмотреть на количественные показатели, то это показатели успешного общества. Собственно, в отчетах ЦРУ так и фиксировалось. Давайте запишем. В 75-м году удельный вес Советского Союза в мировой промышленной продукции. Как вы думаете, сколько был удельный вес Советского Союза в мировой промышленной продукции в 75-м году? Ну, что у нас сейчас с Российской Федерацией? 20% ВВП, 10% от мирового. Это в мировой промышленной продукции. Значит, для сравнения, в 99-м году ВВП США составлял 20,4. Записывайте эти цифры, они довольно редкие. Просто, чтобы самим потом не искать. И если вам будут вешать лапшу на уши, какие были тяжелые проблемы у Советского Союза, вот эти цифры показывают, что дело было не в экономике. Значит, в 75-м году 20% и 10% от мирового валового продукта. Для сравнения, в 99-й год США 20,4 мирового ВВП. Евросоюз 19,8. До 85-го года СССР занимал второе место в мире по экономическому развитию и первое место в Европе. Первое место в Европе по производству промышленной продукции. В 75-м году национальный доход СССР составлял 65% национального дохода США. Кто-то скажет, советская статистика лживая. То же самое можно сказать про американскую статистику. Вранье американской статистики составляет примерно 20-25%. То есть, эквивалентно. Кроме того, у американцев очень специфическая статистика. Знаете, как вычисляется, что входит в валовый продукт Соединенных Штатов Америки? Допустим, я вам продал дом за 300 тысяч долларов. В американский ВВП он увеличивается на 300 тысяч долларов. Вы перепродали кому-то этот дом. Американский ВВП увеличивается еще на 300 тысяч долларов. Понятно, да? Это на самом деле очаг, нарисованный на холсте, как в приключениях Буратино. То есть, в американские подсчеты ВВП там входит не только реальное нечто, а результаты транзакций. И чем больше транзакций, тем больше, естественно, ВВП. То есть, там нужно все, так сказать, делить на много. Значит, теперь дальше записываем. С 70-го по 75-й год доля отраслей, в наибольшей степени определяющих технический прогресс, ну, то есть, это машиностроение, электроэнергетика, химия и нефтяная промышленность, выросло в СССР с 31% до 36%. То есть, мы никак не были сырьевой экономикой. Да, кстати, некоторые говорят, да, вот сейчас Россия – это великая энергетическая держава. Запишите сразу цифры некоторые. В 1990 году СССР на мировом рынке держал 16% продаж нефти. 16% продаж нефти. Как вы думаете, сейчас больше или меньше? Сейчас 12,6%. И газа в 1990 году СССР на мировом рынке держал продаж 29,7%. То есть, почти 30% мирового рынка газа контролировал Советский Союз. Как вы думаете, сколько сейчас мы контролируем мирового рынка газа? 16,7%. Это к вопросу о том, кто был великой сырьевой державой – Советский Союз или нынешняя Российская Федерация. В 1975 году СЭВ, Совет экономической взаимопомощи, страны СЭВ, это соцстраны, производили около 30% мировой продукции. Около 30% мировой продукции. И более 25% мирового дохода. При этом население СЭВ составляло 9,4% мирового населения. То есть, 9,4% мирового населения производили 30% мировой продукции и 25% мирового дохода. Совершенно убойные цифры. Запишите. С 1951 по 1975 год доля социалистических стран в мировой промышленной продукции увеличилась в полтора раза. А доля капиталистических стран снизилась с 80% до 50%. В 70-е годы СССР превосходил США по многим показателям. Однако Суслов, Устинов, Андропов при попустительстве Брежнева, Косыгина упустили шанс рывка вперед. Очень интересный доклад в конце 90-х годов сделал ЦРУшный человек МакКлохи, который зафиксировал то же самое, что ЦРУшники писали в 80-е годы. У Советского Союза масса проблем, но они носят структурный характер. Они не смертельны для Советского Союза. А израильская разведка писала, что в середине 70-х годов реальный уровень жизни в СССР, включая... Дело в том, что очень часто у нас говорят, что американцы лучше жили. Посмотрите, какие у них холодильники, какие у них телевизоры. При этом забывают, что у нас была почти бесплатная квартира. У нас было бесплатное образование, бесплатная медицина. И поэтому вот сейчас запишите, пожалуйста, что сказала израильская разведка. Реальный уровень жизни СССР, включая платные и бесплатные блага образования, медицина, а также неоцениваемые гуманитарные факторы. Как вы думаете, что такое неоцениваемые гуманитарные факторы? Это почти бесплатные. Значит, это уровень преступности, это когда люди чувствуют себя защищенными. И вообще степень социальной защищенности. Человек, который заканчивал ВУЗ, знал, что он будет распределен на работу, что он не останется безработным. Так вот, если это все посчитать, то согласно аналитикам израильской разведки, советский уровень развития составлял 75% от уровня жизни США и имел тенденцию к повышению. И теперь парадокс. Вот все это было у нас в начале 80-х годов. В течение пяти лет этого ничего не стало. И Советский Союз развалился. Как? Почему? Нежелание и неспособность Советской Верхушки перейти к интенсивной модели социалистического развития. Ситуация в подсистеме, кавычки, властного и идейного иммунитета общества, кавычки закрыть. Как вы думаете, а вот в обществе что является подсистемой, которая обеспечивает иммунитет общества? Какой институт? Вот есть общество, и в этом обществе есть некий институт, который должен отсекать все враждебное и чужое, сразу блокировать. И то есть, чтобы врезать по этому обществу, нужно прежде всего вырубить систему иммунитета. Право в России. Спецслужбы. Значит, запишите, пожалуйста, в скобочках. Идеологические и международные отделы ЦК КПСС и КГБ. Работа властно-социальных лифтов на карьеристов и серость. Третье. Социальная сфера. Частичное уменьшение в 1981-1985 годах доходов населения. В скобочках. На фоне растущих запросов. Вот это очень важная вещь. На фоне растущих запросов. По сравнению с 1966-1970 годами. Четвертое. Идеология и мораль. Окостенение социалистической идеологии. Вульгаризация и омертвение марксистской теории. Идейная капитуляция части советской верхушки перед западом буржуазной идеологией. Рост в кавычках трофейных настроений. Трофейных настроений. И пофигизма в широких слоях населения. Пятое. Внешняя политика. Неспособность верхушки адекватно реагировать на изменения в мире. Второе. Римская. Борьба за власть советской верхушки в 1982-1985 годах и приход Горбачева к власти. Ну это такая выжимка из того, о чем мы говорили в предыдущей лекции. Первое. Трехлетка смертей 1982-1985 год. Это как такие три головы Змея Горыныча отвалились. Брежнев, Андропов, Черненко. Второе. Обстоятельство прихода к власти Горбачева. Мартовский пленум. ЦК КПСС. Биография Горбачева. Ну биографию Горбачева я вам рассказывать не буду, она абсолютно неинтересная. Самое главное, что когда он был первым секретарем Ставропольского крайкового партия, его прозвище было Миша Конвертик. И это говорит очень о многом. Хороший знакомый моих родственников, партийный деятель того региона, когда узнал, он был в Москве как раз в это время, когда Горбачев стал первым секретарем. И он сказал этим моим знакомым, ну ребята, это были муж и жена, он говорит, ну ребята, все, союзу конец, этот человек все развалит и продаст. А он знал Горбачева с молодостью. С красной строки. Попытки встряхнуть страну с помощью усиления ротации партийных и советских кадров и проведения кампаний в 85-86 годах. А кто знает, какие тогда кампании проводились? Ну наверняка, нет, 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 вы наверняка одну кампанию должны знать. Антиалкогольная, совершенно, она самая известная. Значит, записываем, какие были кампании. В скобке, кавычки, упорно-человеческий фактор, это в кавычках, попытка мобилизации энтузиазма, повышение трудовой дисциплины, антиалкогольная кампания, борьба с нетрудовыми доходами. Вот эта борьба с нетрудовыми доходами, она очень быстро захлебнулась. Ну, например, в Краснодарском крае местное МВД сделал таким образом. Людям бросили открыточки в почтовые ящики, где было написано, если вы знаете тех, кто живет под нетрудовым доходом, напишите, пожалуйста, фамилии. И там с одной стороны можно было написать и с другой, по одной фамилии. Но вскоре местные МВД, они прекратили это все, потому что им приходили открытки, к которым были прицеплены еще открытки, еще открытки. И там мелким почерком были написаны десятки фамилий, кто живет по нетрудовым доходам. Но они решили вообще бросить это все дело, потому что люди начали писать друг на друга со страшной силой. Появление новых лиц во власти, в скобочках А.Н. Яковлев, Н.А. Рыжков, Б.Н. Ельцин, Э.А. Шеварднадзе, Эдуард Амбрусевич Шеварднадзе. С красной строки Чернобыльская катастрофа, 25-е, в ночь с 25-го на 26-е. Самое интересное, что до сих пор по Чернобыльской катастрофе очень много непонятных вещей. Вот мы в этом году выпустили такой толстый сборник черный, это третий черный сборник, Де Секрето. И там доктор физико-математических наук с Украины, он уже пожилой сейчас человек, но в 94-м году он выступил с докладом, в котором серьезно доказывал, что Чернобыль это диверсия на самом деле. Ну его сразу попросили на выход из его института, но мы сейчас опубликовали его большую работу, которая называется «Трагедии 1986 года». Там ведь еще одна была очень такая трагедия, знаковая, которая воздействовала на общественную мораль. Не помните, сказать, такое столкновение, может, не то, что здесь не можете помнить, может, читали. Столкнулись два судна, Новороссийск и второе, я не помню, как оно называлось, там огромное количество было погибших людей. И вот эти две катастрофы, они очень сильно ударили по общественной морали. А кто знает, кстати, куда в основном пошла радиация из Чернобыля? Ну, Украина, понятно, а на Россию пошло куда-нибудь? Куда, на какие области? Брянская, Тульская. Ну, и кроме того, Очагова, и вот сейчас у меня знакомый есть, он сам чернобыльский инвалид, работает дома и работает с компьютером, и он говорит, что вот смертность по России до сих пор очень четко коррелирует очаги смертности и очаги поражения чернобыльской катастрофы. Значительная часть пошла на Белоруссию, ну, в Европу кое-что пошло. Вот, в принципе, ну, вот так роза ветров сложилась, что пошло не в сторону Москвы, а, сказать, в сторону Запада. Могло бы все пройти по-другому. Вот, в то же время, как говорят экологи, экологическая система вот этой зоны вокруг Чернобыля, она восстановилась. Вопреки ожиданиям, за 25 лет она восстановилась. Конечно, там есть грибы-мутанты, кошки-мутанты, там, вот, но, тем не менее, экологическая среда восстановилась значительно быстрее, чем думали. Но это неудивительно, вообще природа восстанавливается значительно быстрее, чем это нам кажется. У меня, у одной моей знакомой, дача в Тарусе, через 4 года после того, как в Серпухове и под Серпуховым закрыли вредное производство, через 4 года в Оке появилась форель, а форель живет только в очень чистой воде. То есть, экосистема, на самом деле, если человек не гадит, восстанавливается довольно быстро. Третье, римское, перестройка, в кавычках. Что это было? Глупость, заговор, измена, знак вопроса. Общая оценка перестройки по словам и делам ее героев. Героев, в кавычках. Я приведу только одно мнение одного из деятелей, то есть, два мнения одного из деятелей перестройки, Оксана Николаевича Яковлева, который сказал, экономических причин проводить перестройку не было. То есть, нам лгали. А вторая вещь, которую он сказал, она еще круче. Это он сказал за несколько, за 6 или за 7 месяцев до смерти, это и есть в том его интервью. Он сказал, своей перестройкой мы ломали не только Советский Союз, мы ломали всю тысячелетнюю модель историю развития России. То есть, это означает, что перестройка – это не совокупность глупостей, это некая задуманная акция. Другое дело, что задумывалось? Я не думаю, что те люди, которые задумывали перестройку, они собирались разрушить Советский Союз. Думаю, что они собирались оттеснить КПСС от власти. Но оттеснить КПСС от власти можно было только с помощью Запада. И в 89-м году западные подельники переиграли их советских контрагентов. И вместе с КПСС рухнул и Советский Союз. Четвертое римское. Так называемые экономические реформы. Экономические реформы в кавычках. В скобочках. Официальные разработчики. Двоеточие. Л. И. Абалкин. А. Г. Аганбегян. П. Г. Бунич. И другие. Точка. Скобку закрыть. Курс на разрушение социалистической экономики. Точка. Практическое отсутствие реально профессиональных экономистов в стране. Вот то, что эти экономисты советовали, я называл фамилию Александра Александровича Зиновьев, который написал «Зияющие высоты». Вот у него было такое выражение, когда он хотел сказать о чем-то, ну это полная глупость и ерунда. Он пользовался фразой, мне она очень нравится, я тоже активно использую. Балет без ногих. Вот наши экономисты в период перестройки, это классика жанра, это вот это и есть балет без ногих. Вот у нас считался такой видный экономист Абалкин, а вот человек по фамилии Гринспен. Гринспен это директор Федеральной резервной системы в течение почти 20 лет. И он приезжал в Советский Союз в 80-е годы, у него есть очень интересные воспоминания, называется, я читал по-английски, они по-русски вышли, я не знаю, как они по-русски называются, по-английски «Time of turmoil», то есть время такое, турбулентное время. И он говорит, он мягко очень пишет, он говорит, в Москве я встретился с господином Абалкиным. Создаётся впечатление, что господин Абалкин не очень хорошо понимает суть экономических процессов. А господин Абалкин это был тот человек, который разрабатывал перестройку. Первое. Официальная направленность реформ. А. Расширение самостоятельности предприятий на принципах хозрасчёта и самофинансирования. Это возвращение к Косыгинской реформе. Б. Поэтапное создание частного сектора экономики, главным образом, посредством развития кооперации. В. Ликвидация монополии внешней торговли. Г. Включение в мировой рынок. Д. Некоторые сокращения числа министерств и ведомств. Развитие горизонтальных связей между ними. Е. Признание равенства пяти основных форм хозяйствования на селе. В скобках. Колхозы, совхозы, агрокомбинаты, арендные кооперативы, фермерские хозяйства. Ж. В кавычках. Первая ласточка экономических преобразований. Д. Разрешение совета министров организовывать кооперативы общественного питания. 5 февраля 1987 года. Наверное, вы слышали такой термин «кооператор». Это вот в перестройку появился такой термин «кооператор». Это человек, который прежде всего держал небольшую столовую. Там могло быть три столика. Но там кормили лучше, чем в обычной столовой. Цены были в 2-3 раза выше всего. Значит, разрешение совета министров организовывать кооперативы общественного питания. 5 февраля 1987 года. А вот дальше пойдут два закона, которые сломали советскую экономику. Второе арабское. Закон об индивидуальной трудовой деятельности. 19 ноября 1986 года. Закон об индивидуальной трудовой деятельности. 19 ноября 1986 года. В силу вступил 1 мая 1987 года. Тире. Легализация теневой экономики. Начало формирования криминальной экономики. Закон, записываем здесь. Закон разрешил частную деятельность в более чем 30 видах производства товаров и услуг. В скобочках. Налог. Как вы думаете, а какой налог был? Не-не-не, вот налог. Ты занимаешься частной деятельностью, у тебя кооператив. Индивидуальный трудовой зарегистрируешься. Я там делаю спички, допустим. Сколько налог я должен заплатить? Как вы думаете, каким налогом обложили людей? И почему мы написали, что это, по сути дела, был первый шаг к криминализации экономики? Сколько налог начали? 65%. Как вы думаете, что происходит, когда к тебе говорят, ты будешь платить 65%? Нет, человек начинает скрывать. Но если человек начинает скрывать от официальных властей, рано или поздно к нему придут ребята с горячим утюгом. Это совершенно, так сказать, точно. И он начинает платить деньги тем ребятам, у которых есть замечательное достижение техники горячий утюг. И отсюда произошла легализация теневой экономики. А с другой стороны, тут же криминал начал доить кооператоров. К весне 1991 года в кооперативном секторе 7 миллионов человек или 5% трудоспособного населения. Отмывание частным сектором капиталов теневой экономики. 70-90 миллиардов рублей в год. Это были капиталы теневой экономики. Точка с запятой. Формирование криминального социального союза чиновников, кооператоров и теневиков. То есть возник вот этот кластер. Кстати, очень похоже на НЭПовский. Помните, я вам говорил, что НЭП – это коммунистический начальник, руководитель Треста и барыга. НЭПМА как барыга. Значит, формирование криминального социального союза чиновников, кооператоров и теневиков как социальной базы перестройки и разрушения советской системы в СССР. Вот здесь возникла та социальная база, которая была уже заинтересована в разрушении системы. Третье арабское – закон о государственном предприятии. Вот это то, что вот если первое надломило хребет советской экономики, то второе сломало его окончательно. Закон о государственном предприятии. 30 июня 1987 года он принят. Для всех предприятий вошел в силу с 1 января 1989 года. Это официально провозглашенная цель – официально провозглашенная цель. Подчеркните слово «официально», потому что главное было то, что неофициально. Официально провозглашенная цель – превратить предприятие в самоокупающуюся единицу плюс замена государственного плана, то есть план был отменен, государственного плана, государственным заказом на основе госприемки. То есть государство заказывает, а потом чиновники принимают, годится или не годится. Результат вот этого. Сфера рынка оказалась ограничена договорами между предприятиями, заключаемыми после выполнения госзаказа. То есть ты выполнил госзаказ, то, что у тебя осталось, ты вступаешь в горизонтальные связи, и вот это и есть рынок. Централизованный контроль благодаря госприемке усилился. Но не это было главное. Главное было то, что, записываем, закон разрешил целому ряду предприятий самостоятельно выходить на мировой рынок и там продавать товары. Теперь давайте представим, смотрите, чтобы вы логику поняли. Вот есть, скажем, 200 предприятий, они выходят на мировой рынок, и они продают там свою продукцию. Они за какую валюту продают продукцию? Ну, ага, на мировом рынке прямо люди стоят просто и мечтают, как бы за рубли только вот, об этом у них голова только болит, за доллары. Значит, доллары приходят в страну, кто знает, какое у нас соотношение было рубля и доллара в советское время? 1 доллар 75 копеек. Вот, но реально на черном рынке от 3 до 5 рублей, а в 87-88 годах уже, говорит, примерно 5 рублей. Теперь смотрите, что происходит. Это масса долларовая, обменивается на рубли. У людей появляется много рублей. А дело в том, что в советской системе, вот это вот нужно, чтобы вы хорошо запомнили, рублей печаталось ровно столько, сколько на данный момент есть товаров. То есть, было полное равновесие между налом и безналом. Теперь, представляете, появляется огромное количество рублей. Люди что делают? Они сметают все, что есть в магазинах. И результат что? Как называется результат этого? Дефицит. Дефицит. В результате, в конце 88-89 года, стал исчезать. Сначала исчезло мыло. Потом мыло появилось. Потом исчез стиральный порошок. Но умные люди начали потихонечку покупать. Что умные люди всегда в таких случаях покупают? Соль, сахар и крупы. Вот что умные люди в таких случаях покупают. А потом начали покупать все. В результате, к концу 89-го года, полки в магазинах опустили. И когда сейчас наша либеросня показывает фильмы и говорит, смотрите, смотрите, что такое социализм. Это пустые полки, это вранье. Это нам показывают в 89-й год на самом деле. Это даже не в 85-й год. И вот этот закон о государственном предприятии, он и разрушил соотношение товарной массы и денежной, и сломал советскую экономику. Поэтому мы записываем с красной строки. Неспособность решить проблему ценообразования, хлынувшие в страну доллары, результат выхода предприятия на мировой рынок, обменивались на рубли, что ломало равновесие между денежной и товарной массой, налом и безналом. Население скупало все, что можно, и порождало дефицит. И еще одна вещь была устроена вот этим законом о госпредприятии. Стали выбирать директоров. Как кто-то пошутил из наших журналистов, в сумасшедшем доме не выбирают врачей. Вот, значит, ну и как вы думаете, кого стали выбирать трудовые коллективы? Они стали выбирать формально активных, честных, но не профессиональных людей. И они перестали выбирать жестких администраторов. В результате, запишите, пожалуйста, переход к выбору директоров советами трудовых коллективов. Везде были созданы советы трудовых коллективов. И чаще всего туда шли плохие работники, которые умеют только драть горло, а сами ничего делать не умеют. Переход к выбору директоров советами трудовых коллективов – начало массового засорения управления непрофессионалами и дилетантами. Ускорение развала системы управления экономикой. Четвертое. Рост криминализации экономики. Формирование ОПГ на новой экономической основе. Начало криминальной революции. Криминальная революция в кавычках. 22 января 1988 года. Это было столкновение членов Люберецкой и Долгопрудницкой криминальных группировок. Я об этом узнал буквально на следующий день, потому что мне об этом рассказали в нашей Люберецкой качалке, как наши качера махались с Долгопрудницкими и как они им показали. Но я думаю, Долгопрудницкие рассказывали своим, как они им показали. Но вот это столкновение наших Люберецких и Долгопрудницких считается началом криминальной революции. Конец криминальной революции – это дефолт 1998 года, потому что к этому моменту все украли. Украли причем сами власти. Пятое – постановление Верховного Совета СССР о концепции перехода к регулируемой рыночной экономике. Июнь 1990 года – чисто декларативный документ. Шестое – авантюрный план «500 дней» Шаталина и Явлинского. Дело в том, что Шаталин и Явлинский разработали план перехода к рыночной экономике за 500 дней. Но вот я когда читал этот план, я был в Штатах в это время, я думал, вот это как? Это глупость, это сумасшествие, это авантюризм. Но я потом понял – это авантюра. Значит, авантюрный план «500 дней» Шаталина и Явлинского против альтернативной экономической программы правительства. Но вот это был авантюрный план, а у правительства была просто беззубая программа. Точка с запятой. Картофельный марш десантников, в кавычках. Я сейчас объясню, что это такое. Картофельный марш десантников. Выбор Горбачевым программы правительства. Вот я в это время читал лекции в Колумбийском университете. И в первой, как раз, лекцию я читал, Горбачев высказался за программу Шаталина-Явлинского. Она считалась прогрессивной. Седьмое. Сельское хозяйство в 1985-1991 годах. Как ни парадоксально, вот эти шесть лет были лучшим периодом сельского хозяйства в России за всю ее историю в 20 веке. Сельское хозяйство в 1985-1991 годах. Это особенно необходимо знать. Чуть позже я об этом подробнее скажу. Нам в 1991 году Гайдар говорил, страна накануне голода. У нас нет продовольствия. Это было полное вранье для того, чтобы провести повышение цен. На самом деле продовольствия было до хрена и больше. Его специально не покупали для того, чтобы создать дефицит и недовольство населения. Но об этом я расскажу позже. Рост сельскохозяйственного производства в 1985-1990 годах на 9,7%. В скобочках. В предыдущей пятилетке на 5,8%. СССР обеспечил самые низкие цены на продовольствие в Европе. Ниже цен на продовольствие, чем в СССР, в Европе не было. Потребление продовольствия на душу населения достигло, вот в этот период, в 1985-1991 годах, максимума в русской истории 20 века. Запишите это, пожалуйста. Сейчас цифры запишем. Потребление продовольствия на душу населения достигло максимума в русской истории 20 века, вот в этот период, 1985-1991 года. хлеб 119 килограмм на человека в год имеется в виду хлеб 119 килограмм мясо 75 килограмм рыба 20 килограмм молоко 386 литров молоко и молочные продукты вместе молоко и молочные продукты яиц 97 штук это вообще больше даже чем нужно потому что то есть заешься да в год на человека это вредно уже просто здесь выводится статистическое но 97 ну вообще для нормы для растущего молодого организма 3-4 яйца в неделю ну для постарше где-то 23 если человек естественно занимается спортом в качалке то нужно то нужно конечно значительно значительно больше есть я могу честно сказать одна из причин почему я работаю в качалке то три недели три раза в неделю то 4 можно не сидеть на диетах и не думать о том что там нельзя там кусок хлеба кусок лишний мясо есть если ты качаешься это все сжигается потому плаванием ты так не сожжешь и бегом не сожжешь а вот в качалке два с половиной часа работы с железом 40 тонн поднять сжигается абсолютно все можно после есть чего хочешь сколько хочешь высокий урожай 90 91 года и ложь об угрозе голода в ссср сознательное создание дефицита продовольствия перестройщиками в 90 91 годах восьмое независимая оценка состояния экономики ссср в 85 87 годах отсутствие реальных экономических причин смены социально-экономической системы я вам уже говорил о том что александр николаевич яковлев я по отчеству называю не потому что сказать чтобы уважение большое сказать вы продемонстрировать я презираю этого человека это враг моей страны одно просто яковлевых было три разных яковлевых вот чтобы искать не спутать александр николаевич прораб перестройки так вот повторяю он в одним в одном из своих интервью сказал реальных экономических причин для перестройки не было еще более серьезный человек нобелевский лауреат по экономике василий леонтьев который в 20-е годы уехал из советского союза он работал с кондратьевым уехал из советского союза поселился в америке получил нобелевскую премию горбачевская команда пригласила его чтобы он дал оценку советской экономики они потирая руки думали что сейчас скажет все кранты надо менять систему леонтьев поработал и сказал да есть серьезные структурные проблемы структурные но нет ни одной проблемы экономической из-за которой нужно менять социально-экономическую систему еще он сказал что соединенных штатов значительно больше серьезных экономических проблем я вам хочу напомнить что 19 октября 87 года рухнул фондовый рынок нью-йорка в один день он рухнул индекс доу джонса рухнул на 508 пунктов или 22,3 процента такой катастрофы еще не было в 80-е годы положение экономической соединенных штатов было значительно с их точки зрения безусловно с точки зрения американской экономики хуже советской потому что рейган своей гонкой вооружений загнал американскую экономику в тупик их могло спасти только одно разрушение советского союза когда гринспена призвали федеральную резервную систему и он после вот октября 19 октября и он выправил ситуацию но сказал что это краткосрочная вещь нас спасет только чудо 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 называлось горбачёв и разрушение советского союза то есть америка в дело потому что мы в перестройку занимались своими делами мы не смотрели что происходит мир мы верили что у нас все так плохо большая часть людей верила что плохо и думала что на западе очень хорошо как же там 100 сортов сыра 100 сортов колбасы но не видели другой не видели что над западом тяготеет то что они называли проклятие двухтысячного года и разрушение советского союза спасло запад поэтому они так благодарны горбачёву поэтому горбачёв лучший немец 90-го года поэтому горбачёв фонд горбачёва филе у него сказать в москве есть и в лос-анджелесе горбачёв действительно герой запада да это тот самый плохиш который взорвал баррикады и устроил буржуинам их победу девятое экономический провал 1989 91 годов результат рукотворного кризиса 4 римская изменение властной системы и социально политических ориентиров 1 арабская от мартовского пленума цк кпсс 85 года до письма нины андреевой не могу поступиться принципами кавычках не могу поступиться принципами в скобочках письмо 13 марта 88 года газета советская россия и ответа на него в правде 5 апреля вот это первый этап перестройки в во власти значит теперь давайте посмотрим по событиям мартовский пленум цк кпсс 85 года записываем это январский пленум 87 года ну пленум цк кпсс тире выдвижение концепции политической перестройки именно в январе обратите внимание именно в январе 87 года был впервые произнесен термин перестройка до этого ни в 85 не 86 году горбачёв этот термин не употреблял в январе 87 года был употреблен термин перестройка который хорошо очень обыграл потом александр джиноев назвав свою книжку катастройка понятно катастрофа и перестройка выдвижение тире значит этот пленум выдвижение концепции политической перестройки начала кадровой чистки в высшем эшелоне власти скобках лукьянов это был такой деятель в то время лукьянов двоеточие на пленуме подняты вопросы а дальше кавычки это при под это признание дорогого стоит на пленуме подняты вопросы кавычки изменение самого стержня власти каким являлась партия то есть речь шла об отстранении постепенном партии от власти июньский пленум 87 года посвященный экономической реформе начала разногласий между горбачёвым и ельцином когда называют фамилию ельцин какая у вас ассоциация возникает меня интересует ассоциация не то что вы знаете ельцин а вот ельцин и что у вас перед глазами меня ельцин поразил совершенно вот я впервые наблюдал в девяносто втором году в апреле был съезд народных депутатов это уже после разрушения ссср я там был консультантом по политической искать науки и я посмотрел очень интересно психологически было наблюдать значит гайдар выступал но сидел зал на в президиуме были ельцин и гайдар который был ведь тогда сказать и о вице-премьером а в зале сидели советские собакевича похожие на ельцина которые физико-антропологически были такие же как ельцин но с другим знаком они все это не нравится вышел гайдар такой и свои причмокивающие манере начал говорить вот этим людям которые ну конечно они не по складам читают но три мушкетера они читают наверное седьмого класса и до сих пор вот такие советские свои и он начал говорить им я агностик и всякие такие умные слова и ельцин как опытный человек который хорошо чувствует власть он видит что зал начинает накаляться и злиться и он ему говорит ягор тимуруч сядьте это чё ты начал еще говорить сядьте егор тимуруч сел ельцин вышел и в своей манере говорит в зал он хотел сказать что и начал простым языком вот для этих людей рассказывать что хотел сказать гайдар и собакевича размягчили потому что такой же вот он такой же как мы вот понятно он против коммунистов но он он им понятен был а вот гайдар им был непонятен и кроме того гайдар не понимал что с этими людьми нельзя так разговаривать с ними нужно разговаривать значительно проще а гайдар разговаривал с ними как вот он в научной среде привык общаться что лишний раз говорят о том что искать человек социально не умный провозглашение курса на демократию и гласность середина восемьдесят седьмого года дальше в кавычках казус руста кто знает что такое казус руста в мае восемьдесят седьмого года на красную площадь приземлился самолет цесна или цесна который сидел немец руст как он миновал все ну цесна она летит на очень небольшой высоте но он вылетел из германии и приземлился на красной площади и наши пво его не сбили потом уже лет через 20 после этого появились серьезные публикации русту очень хорошо кто-то проложил маршрут что было результатом того что руст сел на красной площади горбачев снял министра обороны маршала соколова и целый ряд военных которые были против курса горбачева на сближение с западом то есть это очень хитрая была к провокации кстати посмотрите найдите потом в интернете руст но парень тоже был с прибабахом потом он пырнул ножом свою девушку попал в германию попал в тюрьму да у нас его посадили потом его отпустили но в общем сказать паренек был таким с большим прибабахом тем не менее на самолете он пролетел вот этот прибабахнутый он пролетел из германии до и сел на красной площади и значит записываем казус руста май 87 года как предлог для снятия с должностей ряда военных ряда военных а вы никогда не слышали ничего про то что 87 году в мае сел человек на самолете на красной площади слава богу значит как предлог для снятия с должностей ряда военных прежде всего министра обороны маршала соколова мешавших планом горбачевской бригады с красной строки ноябрьский пленум цкк кпсс 87 года первый политический кризис перестройки снятие ельцина с должности первого секретаря московского горкома кпсс точка запятой выведен из кандидатов членов политбюро 17 февраля 88 года как сказал горбачев я больше тебя в политику не пущу но ельцин вернулся в политику совершенно потрясающую фразу он сказал осенью 91 года своим соратникам он сказал чтобы свалить михаила придется пожертвовать советским союзом но михаил это горбачев вдумайтесь во фразу чтобы свалить михаила придется пожертвовать советским союзом то есть главное для для ельцина было свалить горбачева с которым была вражда вот с этого момента с 80 седьмого года начать и ельцина с должности первого секретаря московского горкома кпсс выведен из кандидата члены политбюро 17 февраля 88 года реабилитация бухарина тире официальный разрыв горбачевской команды со сталинской системой 4 февраля 88 года с этого момента начинается полив грязью советского прошлого в средствах массовой информации второе арабское следующий второй период перестройки от ответа на письмо не на андреевой до третьего съезда народных депутатов до третьего съезда народных депутатов марта 90 года значит два слова о письме не на андреевой не на андреева преподавательница научного коммунизма какого-то химического института в ленинграде советской россии она написала письмо в советскую россию 13 марта 88 года который назывался не могу поступиться принципами в этом письме она говорила что горбачев ведет страну не туда что все закончится развалом советского союза разрушением советского строя и нужно сейчас это остановить и сначала чиновники решили что это указивка сверху это письмо стали обсуждать и говорить да правильно и вдруг 5 апреля в газете правда контр письмо где разносится не на андреева и все началось по-другому начали всячески искать подчеркивать какое-то важное письмо какой важный ответ в правде и так далее и вот это вот не на андреева против газеты правда точнее газета правда против не на андреевой это конец первого этапа перестройки второй это от ответа на письмо не и андреевой до третьего съезда народных депутатов здесь развертывание антисоветской антикоммунистической пропаганды в перестроечных сми сначала под видом критики сталинизма шельмование армии госбезопасности мвд советских управленцев начала критики ленина и маркса в скобках статья селюнина в кавычках авансы и долги в журнале новый мир май 88 года то есть смотрите сначала сталин плохой ленин хороший сталин нарушил ленинское завещание потом оказывается ленин плохой и сталин это на самом деле наследник ленина потом выясняется и маркс плохой и весь коммунизм плохой то есть это по принципу лисички со скалочкой было сработано то есть это была разработанная программа поэтапного постепенного избавления от социалистического наследия с красной строки 19 партконференции июнь 1988 года учреждение тире учреждение съезда народных депутатов как высшего законодательного органа это было прямое нарушение советской конституции принятие программы реформирование властной системы начало оттеснения кпсс от власти превращение ельцина в лидера демократической оппозиции весенние демонстрации 1989 года выборы на первый съезд народных депутатов первый съезд народных депутатов май 1989 года этот вот первый съезд его полностью показывали прямая трансляция была по телевидению народ бросил работу смотрел это все потому что там действительно были такие острые столкновения и после этого кстати прямая трансляция съездов народных депутатов прекратилась по неопытности первый раз показали может правда это было специально сделано чтобы подключить массу населения ко всем этим вот спорам и разговорам но на общество это произвело сногсшибательное впечатление декларация государственном суверенитете рсфср создание межрегиональной депутатской группы лидерами группы стали ельцин сахаров и афанасьев контр манифестации 7 ноября 89 года 7 ноября 89 года впервые помимо официальной демонстрации под красными знаменами прошли демократическая демонстрация и демонстрация sky такого но белогвардейско монархического типа февральские демонстрации в москве 200 тысяч человек кстати я думаю именно после февральских демонстраций в москве власть всерьез задумалась о том чтобы построить вот это то что построил церетели около кремля теперь около кремля не помитингуешь там все застроено а в феврале восемьдесят девятого года вокруг кремля стояла огромная толпа с лозунгами пусть живет кпсс на чернобыльской аэс и такого такого рода вот с лозунгами кстати очень большую роль вот в таком эмоциональном воздействии на массы сыграл 11 один певец может догадайтесь как он певца идет речь потом он странным образом погиб и до сих пор непонятно кто его застрелил то мне ну что вы свой был очень свой было всегда тальков кто слышал песни талькова я рекомендую всем послушать тальков абсолютно взрывал взрывал аудиторию в какой-то момент тальков понял что его используют и вот в тот момент когда он понял что использует и переключился с такого антисоветского на национально-патриотический лад вот после этого вскоре он и погиб значит запишите пожалуйста февральские демонстрации 90-го года в москве 200 тысяч человек причем накануне демонстрации было обращение одного из деятелей правительства чтобы люди не ходили на эту демонстрацию что там возможно провокации ничего подобного народ вышел это была толпа но я не помню в москве с тех пор таких ну вот бессмертный полк в прошлом году создал такое же впечатление но бессмертный полк это спокойное шествие а там люди шли серьезными лозунгами февральский пленум цк 1990 года горбачев проводит новую платформу партии отказ от руководящей роли кпсс создание многопартийной системы и президентского режима третий съезд народных депутатов март 1990 года отмена 6 статьи конституции кто мне напомнит что это такое за 6 статья конституции мы с вами говорили в прошлой в прошлой векции об этом 6 статья конституции 77 года о руководящей и направляющей роли коммунистической партии советского союза вот эта статья была отменена в марте 90 года 14 марта избрание горбачева президентом ссср 14 марта 90 года избрание горбачева президентом ссср на фоне деморализации и разрушения партийного и государственного аппаратов управления выступление ельцина в уфе по поводу властных полномочий регионов 1990 год 14 августа 1990 года двоеточие он сказал фразу которую имеет смысл записать возьмите ту долю власти которую сможете проглотить и мы согласимся с этой долей с этой лишь с этим решением и мы согласимся с этой долей с этим решением то есть по сути дела ельцин запустил сепаратистский механизм и мы согласимся с этой долей запятая с этим решением 3 арабская от 3 съезда народных депутатов март 90 года до 4 съезда декабря 90 года здесь избрание весной 90 года попова и собчака мэрами москвы и ленинграда это были два таких известных демократа оказавшихся как следовало ожидать коррупционерами избрание весной 90 года попова и собчака собчак это вот папа ксении собчак мэрами москвы и ленинграда а ельцина председателем президиума верховного совета рсфср создание коммунистической партии рсфср июнь 90 года до этого напоминаю рсфср была единственной республики в которой не было своей коммунистической партии 28 съезд кпсс июль 90 года острая критика горбачева коммунистами принятие третьей программы партии тире кавычки гуманному демократическому социализму это название 3 программы обновление состава цк кпсс на 85 процентов с красной строки начала открытого конфликта между рсфср и центром то есть между ельцином и гробачевым закон рсфср о референдуме и центра то есть союза советского союза вообще нужно сказать что советский союз прежде всего развалила российская федерация во главе с ельцином вот это нужно понять очень ну и потом украина конечно кстати в белорусском в белорусском верховном совете был только один человек который голосовал против разрушения советского союза против беловежского соглашения как вы думаете кто это был лукашенко лукашенко он был единственный кто проголосовал против все проголосовали за выступление ельцина в верховном совете рсфср тире фактическое объявление о выходе россии из подчинения центру опубликование проекта новой конституции рсфср без слов социалистический выбор 22 ноября 90 года новый проект союзного договора без упоминания о социализме 23 ноября 90 года с красной строки массовый отток из кпсс к осени 91 года численность кпсс сократилась 21 миллиона до 16 миллионов обострение центра отношений между центром и республиками 4 съезд народных депутатов декабря 90 года тире уступки горбачева армии и кгб горбачева заставили ввести пост вице-президента на который был избран геннадий янаев геннадий янаев очень такой странный человек он когда когда он был комсомольским вожаком у него было очень характерное прозвище гена стакан вот значит и человек он был очень такой простой и когда журналисты так ехидны его спросили говорят со здоровьем у вас не очень хорошо болеете какими-то болезнями болеете он тут же сказал я болею всеми болезнями которые мы болеет нормальным здоровый мужик но это вызвало естественно сказать смех вот потом как-то он сказал что вот если это не будет сделано можете назвать меня козлом если это не будет выполнена не помню что что какое-то обещание обещание не было выполнено и одна из газет вышла янаев тире козел и знак вопроса то есть человек все время подставлялся значит уступки горбачева армии кгб все на сегодня записываем 5 римская обострение отношений центр республики . национальные проблемы здесь первое арабское приобретение в кавычках демократическими движениями в республиках националистического характера здесь же роль центра создание про перестроечных националистических движений в республиках речь идет о так называемых народных фронтах которые выступали за демократические преобразования в республиках и они автоматически приобретали националистический характер при этом с ними заигрывали и горбачев и ельцин одновременно тем самым их усиливая 2 арабская здесь курс части республиканских элит на разжигание конфликтов и на ликвидацию подчинения ослабевшему центру вплоть до выхода из ссср то есть иными словами как только республиканские элиты почувствовали что центр слабеет они поняли и кроме того он им уже ничего не может дать они решили сделать ставку на дистанцирование от центра а в случае чего и на выход из состава советского союза я вам хочу напомнить что когда советский союз создавался в 1922 году там было закреплено право республик на выход из советского союза в то же время не было зафиксировано и вот это отметьте себе пожалуйста не был зафиксирован правовой механизм выхода то есть условно говоря республика какая-то решила выйти из советского союза замечательно а про а механизма правового нет то есть это называется остановите самолет я слезу но дело в том что пока центр был силен пока была сильна армия кгб и центральная партийная верхушка пока они с одной стороны могли чем-то подкормить республики а с другой стороны я напоминаю что только две республики не получали помощи от других российской федерации и беларусь остальные получали помощь как раз от российской федерации и беларуси более того когда советский союз помогал какой-нибудь индонезии или еще кому-нибудь это делалось все за счет ну формально ссср но за счет рсфср то есть россии чем туркмения могла помочь какой-нибудь индонезии или искать еще кому-то так вот как только произошли две вещи то есть центр ослаб настолько что он не мог ничего дать республиканским элитам и ослаб настолько что он не мог их придавить значит берется курс на дистанцирование а как нужно обозначить свой курс на дистанцирование центр во всем виноват во всем виновата россия они виноваты в наших проблемах значит под знаменем национализма вон из советского союза и в своих интересах разно направленных горбачёв и ельцин этот процесс поддерживали третье арабская разжигание национально-этнических конфликтов кто кстати помнит ну из школьных может учебников или кто-то рассказывал какой какой первый произошел конфликт на национальной почве в советском союзе но после чего пошли остальные национальные конфликты по вот сказать периметру границ советского союза записываем конфликт между армении и азербайджаном из-за как называется кто знает та область нагорный карабах совершенно верно значит между армении и азербайджаном из-за нагорного карабаха 1988 год события в фергане 1989 и в ошской области кто знает ошская область это где в какой республике сейчас киргизия а чем известен этот город уж это нарковорота через уж идет наркотрафик так дальше ошская событие в ошской области 90 год события в тбилиси 1989 в баку 1991 ситуация в . запятой ситуация в прибалтике тире референдумы в латвии и литве по вопросу о суверенитете 1991 год значит что произошло в прибалтике значит в январе 1991 года в вильнюсе военные взяли штурмом здания вильнюсского радио и телевидения было убито 14 человек а затем сопрошли события в риге там омон что тоже штурмовал здание местного мвд естественно во всем обвинили омон и военных но потом несколько лет когда прошло уже после перестройки когда уже закончил свое существование советский союз один из литовских представителей литовских уже спецслужб сказал что причем он гордо об этом сказал несмотря на то что погибли люди что это была провокация с литовской стороны провокацию который организовал союз они спровоцировали стрельбу военных вот кроме того там несколько убитых как-то были странно убиты они почему-то были убиты в спину то есть кто-то стрелял с литовской стороны чтобы обострить ситуацию то же самое произошло в латвии если вы риги кто бывал в последнее время вообще вот там такой в центре города есть сад вот парк точнее и там лежат такие камни и написано что вот около этого камня погиб такой-то камней примерно 10 и обвинили в этом омон дело в том что на самом деле около этого парка никакого омона не было и как сказал один один желатыш что если бы стрелял омон то здесь камней было бы не 10 а в 10 раз больше потому что омон умеет стрелять то есть это тоже была провокация но цели своей она достигла как только поступили сообщения об убитых горбачев отмежевался от военных и от милиции сделал вид что он ничего к этому не имеет отношения и приказал прекратить действия то есть он фактически создал ситуацию когда латвия и литва объявили об проведении референдумов где большая часть населения выступила за суверенитет латвии и литвы после этого еще более активизировался процесс который называется парад суверенитетов июня 1990 года но решающую роль в этом параде суверенитетов сыграла ельцинская российская социалистическая федеративная республика потому что ельцин почувствовал что здесь можно перетянуть властное одеяло на себя из июня 90 года начинается активизируется точнее противостояние российской федерации рсфср и центра то есть ельцина и горбачева и вот это противостояние она еще более расшатывала ситуацию в советском союзе и ослабляла внешнеполитические позиции советского союза потому что и ельцин и горбачев апеллировали к тому что теперь называется вашингтонский обком партии они апеллировали к международному сообществу и играя на этих противоречиях те же американцы набирали очки 4 арабская парад суверенитетов в кавычках 6 римская внешняя политика в 1985 тире 1989 годах 1 арабская март 85 тире декабрь 87 двоеточие инерция предыдущего периода то есть здесь внешняя политика советского союза развивалась примерно по той же логике что и в конце 70-х начале 80-х годов значит что это такое пишем скобочках интенсификация войны в афганистане встречи горбачева и рейгана в женеве в восемьдесят пятом году и в рейк явики восемьдесят шестом . американский блеф кавычки звездных войн кто так кто знает что это за программа американцев было звездных войн совершенно верно стратегическая оборонная инициатива это был блеф но что реально было были выделены очень большие деньги и при рейгане американцы совершили очень серьезный прорыв в других областях сои вот стратегическая оборонная инициатива вот так звездные войны это метафора сои это был блеф но под этот блеф были во-первых советский союз купился на этот блеф а во вторых были выделены большие деньги и американцы продвинулись в других сферах военной техники второе арабское книга гробачева кавычки перестройка и новое как гробачев говорил он ударение делал в слове мышление на и мышление ну и шутники говорили это по-видимому от слова мышь значит перестройка и новое мышление как говорил гробачев для нашей страны и для всего мира обратите внимание у него вот это вот новое мышление было и для советского союза и сразу для всего мира 1987 год скобочках тезисное изложение в журнале коммунист номер 7 за 88 год точка основные принципы нового мышления двоеточие запишите это пожалуйста потому что по сути дела это программа сдача позиций советского союза а отказ от тезиса о расколе современного мира на две противостоящие системы то есть никто ни с кем не борется в мире все выступают как партнеры ну вот кстати с тех пор и пошло вот это вот вот этот вот термин очень часто и ельцин говорит искать путин очень часто говорят наши наши там скажем американские партнеры вот по этому поводу я недавно был в болгарии и один из выступавших рассказал очень интересный анекдот мне очень понравился значит волки поймали зайца решили его съесть зайц говорит не ешьте меня я вас отведу туда где овцы я вам помогу пройти вот а меня не ешьте значит он их провел провел по этому пути волки увидели овец набросились сожрали всех но сказать там пока не ели овец они под сурдинку съели и зайца потом смотрят зайца съели косточками слушать не хорошо мы поступили волки надо зайца похоронить он все-таки хорошую вещь нам сделал на вес навел значит хоронили они зайца и говорит ну ребят надо на грубе поставить какое-то и что-то написать поставили на грубе а чего написать ну напишем нашему другу здесь лежит наш друг говорит он нам не друг другой волк говорит ну тогда пишем враг быть не он нам не враг один я знаю что написать здесь лежит наш партнер этот вопрос о том о наших американских партнерах и вообще западных партнерах б объявление баланса взаимных интересов они баланса сил в качестве универсального способа решения международных проблем то есть горбачев сделал вид что не сила решает проблемы в международных отношениях а вот учет взаимных интересов но вы понимаете когда сталкивается скажем слабая сторона и сильная понятно чьи интересы будут учтены а чьи нет и в отказ от принципа пролетарского интернационализма в пользу принципа общечеловеческих ценностей а как вы думаете вообще общечеловеческие ценности есть вот можете меня за какую-нибудь общечеловеческую ценность которая не зависит от характера социально-экономической системы семья так еще но дело в том что вам вам на это сейчас западной европе скажут вы знаете что там уже нет мужа и жены и отца и матери есть родитель 1 родитель 2 и там расписано по поводу семьи совсем другое ну хорошо семья допустим 80-е годы семья еще да а что еще ценность жизни знаете там все биологическая ценность еще вера какая вера вот но есть такая поговорка хорошая чти свою веру но уважай чужие так ну вера я думаю что католики и протестанты вряд ли здесь договорятся я уже не говорю про суннитов и шиитов а уж про мусульман и христиан это вообще мимо так еще а вот права человека это универсально общая человеческая ценность или нет права человека большинстве вот попробуйте кастовому индийцу объяснить что такое свобода вот потому что свобода далеко и кстати на руси например не о свободе говорили не это стало уже позже а на руси о чем говорили нас не свобода а что у пушкина даже есть строки на свете счастья нет но лишь кто знает эти строки пушкина но есть покой и воля воля а чем свобода отличается от воли а чего никогда не думали об этом а вот похожие вроде вещи все-таки не одно и то же так свобода и воли или это одно и то же свобода я бы определил так свобода это воля ограниченное правом воля про из вол значит вот по поводу общечеловеческих ценностей в девяносто четвертом году произошла такая история в сингапуре американский придурок 18-летний приехал в сингапур качестве туриста и он занимался там тем что краской обливал эти самые машины сингапурцев и что-то там еще ломал его арестовали и приговорили к месяцу тюрьмы и шести ударом бамбуковой палкой по заду клинтон президент возмутился написал президенту сингапура письмо который не сказал что конечно этот вот наш молодой человек нехорошо очень делал и конечно месяц тюрьме нормально но физическое наказание это нарушение общечеловеческих ценностей поэтому я прошу вас вот это наказание убрать президент сингапура ему ответил что мы вас очень уважаем вот но у нас другие представления очила человеческих ценностях но из-за уважения к вам мы снижаем количество ударов по заднице с 6 до 2 то есть они это зафиксировали еще очень интересный был обмен мнениями клинтона и одного из китайских лидеров когда они уже давали пресс-конференцию где-то в середине 90-х годов совместную и клинтон золудонил свое насчет там прав человека и прочее прочее и китайский лидер сказал да мы тоже за право человека но мы их трактуем по-другому будет по нашему мнению права по у человека есть два права на жизнь и на еду все а вот скажите пожалуйста а права индивида это универсальная ценность или нет общечеловеческая как вы думаете права индивида думаем все серьезный вопрос вот представьте вы приехали в какую-нибудь францию или германию и вам говорят в вашей россии вашей россии ваши нарушаются права индивида это общечеловеческая ценность а помните год назад мы с вами говорили вот о чем что вот в европейской цивилизации физический индивид и социальный индивид совпадают но это только в европейской цивилизации например в индийской цивилизации социальный индивид это каста то есть везде кроме европы и социальный индивид это коллектив в античной греции это был полис в китае это клан то есть в течение последних 200 лет в качестве общечеловеческих ценностей подаются ценности одной социальной системы буржуазного запада но более того сейчас эти ценности ломаются и как это не парадоксально единственным защитником европейских традиционных ценностей сейчас оказывается россия потому что все вот эти вот разговоры насчет того что первый родитель второй родитель что семья может состоять из двух мужчин из двух женщин там ну и так и так далее и так далее вот это вот вот это да я уже не говорю про мультикультурализм вот так что в этом это в этом отношении вот эта проблема общечеловеческих ценностей это классический концептуальный или идеологический вирус который забивает поэтому когда вам говорят про общечеловеческие ценности здесь нужно как по другому поводу говорил и мой хороший знакомый когда я слышу вот это вот говорила ну в данном случае будет общечеловеческие ценности я перекладываю кошелек из заднего кармана в нагрудный значит далее записываем вот все это было лишь внешней формой для решением советским руководством двойной задачи первое сокращение военных расходов второе получение западных кредитов техники и технологии а кто мне может объяснить чем разница между технологией и техникой совершенно то есть технологии это может быть чертеж правильно вот но дело в том что я почему спросил вот английский термин technology у нас очень часто так и переводят технология на самом деле это нужно переводить как техника большая часть случаев а есть еще английское слово technique кто знает как переводится это слово technique нет technique это подход метод вот technique это слово слово называется есть даже такие словари словарь слов ложных друзей переводчика ложные друзья переводчика это вроде техник понятно вроде техника на самом деле это техник это метод дела ничего либо а technology можно переводить и как технология и как техника дальше записываем утрата советским руководством с 1987 года инициативы во внешней политике . смена руководства министерства иностранных дел двоеточие шевард надзе вместо громыко роль а.н. яковлева александра николаевича а.н. яковлева во внешней политике я вам напоминаю что яковлев это и был такой стратег перестройки который вел дело объективно к разрушению советского союза и разрушению системы власти кпсс в обществе когда шеф кгб крючков сказал горбачеву что у него есть неопровержимые доказательства о том что яковлев был свое время завербован американцами и показал ему документы горбачев сказал вот ты об этом и скажи на политбюро но крючков не посмел основные внешнеполитические цели нового советского руководства двоеточие первое сближение с западом второе урегулирование региональных конфликтов прежде всего в афганистане третье расширение экономических связей со всеми странами независимо от их социально-экономического строя в скобках по сути отказ от помощи союзникам то есть уже в конце 87 года горбачевский советский союз начал потихонечку придавать своих союзников третье новое мышление в действии третья арабская новое мышление в кавычках естественно новое мышление в действии а подписание 8 декабря 1987 года вот это очень важный момент вы его пожалуйста зафиксируйте подписание 8 декабря 1987 года советско-американского соглашения об уничтожении в течение трех лет в скобочках ссср уничтожал 1752 ракеты а сша 869 87 8 декабря цифры по ракетам запишите обязательно это вот было начало такого вот одностороннего по сути дела разоружения плюс вводилась система контроля над этим процессом то есть вроде мы контролируем американцев американцы контролируют нас б публикация в газете правда январь 88 года статьи помощника горбачева шах назарова под названием мировое сообщество управляемо фактически призыв к созданию мирового правительства публикация в газете правда январь 88 года статьи помощника горбачева шах назарова кавычки мировое сообщество управляемо тире фактический призыв к созданию мирового правительства в советско-американская встреча на высшем уровне 2 3 июня 1988 года д визит горбачева в пекин март 1989 года горбачева там принимали очень тепло такие студенты демократически настроенные и после отъезда горбачева через какое-то время там произошли вот эти вот известные события на площади тянь мы когда студенческая молодежь демократически настроенная высыпала на площадь и стала требовать демократических перемен китайское руководство прекрасно понимала чем грозит китаю перестройка в советском духе потому что в китае очень часто такие вещи заказа заканчивались большой кровью и то есть нужно было давить это в зародыше но дело в том что на площади среди студентов были внуки членов китайского руководства и они какое-то время колебались но потом они сделали тяжелый но правильный выбор нужно гражданскую войну давить в зародыше иначе крови будет много были введены танки демонстрация на тане на тянь мынь была подавлена было несколько сотен убитых то есть вот произошли вот эти события на тянь мы сразу после визита горбачева е выступление горбачева в организации объединенных наций декабрь 89 года декабрь 89 года объявление о сокращении советских вооруженных сил на полмиллиона человек в течение двух лет наши военные военачальники советские маршалы и генералы узнали об этом по телевизору слушая речь горбачева вон то есть он не соглашался не соглашался не согласовал с ними эту вещь же и вот это самое важное здесь произошла сдача по сути дела горбачевым соцлагерей советского союза же визит горбачева к иоанну павлу второму кто такой иоанн павел 2 римский папа совершенно верным поляк по национальности и мальтийская встреча буша старшего и горбачева вот это очень важный момент вот эту вещь вы должны точно записать и запомнить это поворотный пункт тире одностороннее прекращение горбачевской верхушкой холодной войны и капитуляция в ней разрушение ялтинской системы как вы помните 1945 году в ялте состоялась конференция которая определила очертания послевоенного мира в 1975 году хель на хельсинском совещании было по по сути она была зафиксирована и вот нова встреча на мальте началось разрушение ялтинской системы здесь очень символично что горбачев сначала отправился к иоанну павлу второму а затем к бушу я вам уже говорил что верхушка западная состоит из двух больших сегментов с одной стороны это англо-американская часть англо-саксы ну естественно туда ирландцы шотландцы входят их спаял еврейский капитал в конце 19 века потому что весь 19 век американцы и англичане грызлись это одна группа вторая группа это западноевропейцы это прежде всего южно-немецкая и северо-итальянская аристократия это часть немецких промышленников и французских финансистов и иногда по целому ряду вопросов с ними совпадают но не всегда винзоры то есть правящие династии великобритании но они не всегда не во всем с ними совпадают вот организующим центром вот этой западноевропейской элиты является ватикан хотя сам ватикан не един там очень жестокое противостояние идет с 80-х годов между немецкими кардиналами и польскими кардиналами так называемый немецкий кружок и польский кружок так вот обратите внимание горбачев сначала летит иоанну павлу второму этот как бы его благословляет на демонтаж коммунистической системы то есть это поклон западноевропейской аристократии да там еще габсбурге после этого сразу же из ватикана он летит на мальту и встречается на мальте с бушем старшим точнее на мальте они встретились на корабле американском они не на самом острове и вот здесь горбачев по сути дела капитулировал и по сути дела он сдал социалистический лагерь на мальте то есть вот журналисты даже сказали что вы возникла мальтийская система но она так и не возникла мальтийский порядок он не возник потому что в мире воцарилась не выцарился непорядок а хаос вот эту дату просто запомните помимо того что там экзамен вам сдавать это очень важная дата это позорная дата в истории советского союза это капитуляция то есть советский союз не проиграл холодную войну а руководство советского союза вышла из войны представьте вот воюют две страны и вдруг руководство одной страны при том что все есть танки есть и вдруг руководство одной страны говорит мы сдаемся вот что сделал горбачев на мальте седьмое римская финансово-экономическая и информационная война запада против ссср в к во второй половине 80-х годов первое организованное падение мировых цен на нефть цены упали в два раза дело в том что американцы убедили саудовцев уронить цены на нефть а поскольку советский союз в определенной степени зависел от продажи нефти это больно ударило по советскому союзу это не было фатально потому что нефть не занимала в торговле советского союза того места которое она занимает в торговле российской федерации тем не менее это был серьезный удар второе срыв сроков поставки технического оборудования и поставка негодного оборудования сознательно поставлялась западом негодное оборудование то есть его принимали и она выходила через несколько месяцев из строя это оборудование для газопроводов в основном было третьем отказ от поставок необходимого советскому союзу технического оборудования 4 активная информационная поддержка на мировом уровне разрушительных действий горбачевской команды в экономике как курса на прогрессивные экономические реформы курса на прогрессивные экономические реформы в кавычках то есть западная вся пресса заходилась просто в экстазе они писали какой прекрасный лидер появился в советском союзе он создал рыночную экономику развивает кстати в 90 году горбачев был признан может вы это знаете лучшим немцем года потому правильно потому что он способствовал объединению германии и самое главное он избавил запад от страха перед ядерной мощью советского союза это называется и далее плохишу корзину печенье и бы и банку варенья дальше нам прогрессивные реформы и капитулянского курса во внешней политике и капитулянского курса во внешней политике как кавычки возвращение в мировое сообщество то есть писали что горбачев гигант он возвращает советский союз мировое сообщество можно подумать советский союз до этого не было в мировом сообществе 5 реальная оценка западными политическими деятелями экспертами горбачевской политики между собой западные лидеры давали абсолютно четкую оценку тому что делает горбачев они говорили иногда о том что они просто не понимают его действий что он идет на такие уступки которых они даже и не требовали но что же пусть идет пусть делает эти шаги однажды один из помощников буша старшего сказал что как ему кажется горбачев уже прошел свою половину пути то есть смысл что соединенные штаты должны передвигаться на что буш старший вполне рационально ему сказал ну что же говорит парень хочет еще продвигаться вот пусть он идет а мы подождем то есть путь пусть он делает дальнейшие шаги по линии уступок 8 римская внутренняя и внешняя политика ссср в 1990-1991 годах двоеточие катастройка этот термин придумал александр александр зиновьев наш философ он назвал это катастройкой то есть перестройка и катастрофа но и кроме того шутили еще так начала начиналась как перестрелем перестройка закончилась перестрелкой имелись в виду конфликты в республиках первое антикоммунистические революции в восточной европе точка запятой разрушение берлинской стены 89 год ситуация в румынии значит ситуация в румынии мы выделяем особо потому что скажем в чехословакии в польше там все относительно мирно произошло а вот в румынии без суда расстреляли лидера страны чеушеску и его жену это при этом несколько лет назад в румынии был проведен опрос когда были лучшие был лучший период в истории румынии и 63 процента румын сказали это были времена чеушеску потому что то что сейчас оказалось значительно хуже кстати чеушеску был единственным лидером соц стран который путем жесткой экономики экономии и ухудшения действительно жизни населения страны он вернул западу все долги он ничего не должен был западу на момент свержения это редкий случай второе создание избирательного блока демократическая россия в кавычках во главе с ельцином юрием николаевичем афанасьевым был такой ректор рггу умер недавно и другими ельцином афанасьевым и другими причем между ельцином афанасьевым самого начала развернулась борьба за лидерство ельцин победил всего одним голосом третье отмена цензуры тире закон отмена цензуры тире закон и дальше в кавычках о печати и других средствах массовой информации август 90 года вот после отмены цензуры очернение советского прошлого кгб советской армии но принял совершенно фантастический разнузданный масштаб четвертое улучшение отношений ссср с фрг и другими европейскими странами в рамках горбачевской концепции общеевропейского дома это горбачев такую концепцию выдвинул общеевропейский дом то есть мы все живем в общеевропейском доме поэтому мы все должны дружить он ее выдвинул восемьдесят девятом году а дальше произошло очень интересная вещь сейчас мы запишем но я вам сначала просто расскажу значит сначала в январе 90-го года горбачев согласился на то чтобы два немецких государства объединились гдр и фрг но сказал он они новая германия должна быть нейтральной она должна выйти из нато затем прошло два месяца и он изменил свою позицию он решил что пусть гдр и фрг объединяться но это единое государство останется в рамках нато то есть это уже не объединение это поглощение чем самое интересное заключается в том что великобритания и сша заняли очень жесткую позицию они были категорическими противниками объединение двух германий тетчер очень жестко объяснила горбачева что допускать объединение нельзя она была готова на сказать целый ряд таких жестких довольно мер совместных советским союзом чтобы никакого объединения германии не было тем не менее горбачев пошел на объединение германии после этого по сути дела англосаксы его списали и вот для меня одна из самых больших загадок перестройки заключается в том как мог горбачев человек трусливый недалекий как человек который во всем слушал и тетчер и рейгана затем буша как он мог ослушаться англосаксов и пойти на объединение германии вот это серьезная вещь это означает на мой взгляд что у немцев было нечто такое на горбачева что перевешивала все остальное что это было здесь можно только догадываться значит записываем согласие горбачева на объединение двух германских государств январь 90 года согласие на вхождение объединенной германии в нато сентябрь 90 года причем немцы были готовы как потом выяснилось заплатить от 20 до 50 миллиардов марок советскому союзу за объединение германии но это выяснилось уже после того как горбачев договорился о безвозмездном воссоединение германии позиция сша великобритании франции по поводу объединения германии резко отрицательны но если на францию было наплевать горбачева то вот на сша великобританию нет тем не менее ослушался и вот с этого момента с сентября 90 года его англосаксы списали и поняли что здесь лучше договариваться с ельцином тем более что вдобавок ко всему это еще более расшатывал и ослабляла советский союз 5 арабская внешняя политика советского союза в 1990-м 91 годах фарватере сша в скобочках зависимость от международного валютного фонда наиболее ярко вот это вот следование фарватере сша проявилась во время иракско-американского конфликта 90 91 годов дело в том что ирак был традиционным союзником советского союза на ближнем востоке его лидер саддам хусейн был другом советского союза но в 90 году во время конфликта с сша советский союз занял однозначно про американскую позицию по сути дела сдал своего союзника шестое очень важная вещь односторонний распуск военных структур организации варшавского договора в апреле 90 года то есть мы распустили организацию варшавского договора нато не распустилась дело в том что организация варшавского договора были военные структуры и политические сначала распустили военные затем политические распуск сев союза совета экономической взаимопомощи то есть смотрите какая вещь сначала демонтирован был социалистический лагерь потом был демонтирован советский союз потом была готовность демонтировать россию а как вы думаете почему не американцы не демонтировали россию что помешало китай правильно это одна вещь еще еще что нет дело в том что ядерное оружие контролировать легче когда есть центр это раз потом еще одна вещь выкачивать средства из страны значительно легче когда опять же есть центр не договариваться поэтому россию не стали ну и китайский фактор побоялись что то есть три фактора обусловили это клинтон в девяносто пятом году сказал по этому поводу так мы позволим россии быть но мы не позволим ей быть великой державой и очень интересно есть такая организация stratfor это такое частное цру вот его организатор и первый руководитель фридман три года назад нет четыре года уже теперь назад он сказал что как только россии начнет подниматься она получит кризис и этот кризис произойдет америка и устроит от кризис на украине это было сказано за два года до украинских событий значит демонтировать ну как демонтировали советский союз на части все распад советского союза ну советский что с советским союзом произошло на 15 частей все то же самое можно было с россией сделал кстати вы знаете что до 94 года татарстан не подписывал вот этот внутренний договор и только в девяносто четвертом году он его он его подписал то есть они вообще хотели сказать права фактически субъекта мировых отношений вот я был сейчас в якутии вот и там были китайцы южнокорейцы и они все время говорили якутия должна быть субъектом международных отношений что значит быть субъектом международных отношений и тут я сейчас приеду в китае скажу провинция фудзянь должна быть субъектом международных отношений это значит что она должна выйти из состава меня тут же попросят на выход из китая кстати министр основных дел германии был полтора года назад в екатеринбурге и говорил что урал должен стать субъектом международных отношений и никто ему не объяснил что вот мы сейчас приедем и скажем бавария должна быть субъектом международных отношений как будет немецкая общественность реагировать так 7 июньский визит горбачева вашингтон вот здесь была вот здесь была сделана очень серьезная подлость по отношению к нашему будущему июньский визит горбачева вашингтон сейчас мы все запишем потом объясню подписание шеварднадзе и бейкером шварднадзе министр иностранных дел бейкер это госсекретарь госсекретарь это по-американский их министр иностранных дел подписание шеварднадзе и бейкером соглашение с большой буквы а дальше кавычки о линии разграничения маркс морских пространств между ссср и сша кавычки закрыть а вот дальше записываем и даже подчеркиваем по которому к сша в акватории берингово моря с огромным ущербом для ссср отошли часть исключительной экономической зоны ссср то есть мы отдали им ку берингово моря площадь 30 тысяч квадратных километров и самое главное еще более важная вещь участок континентального шельфа площадь 46 тысяч квадратных километров находящиеся за пределами 200 морских миль от исходных линий то есть шаварнадзе и гриба горбачёв подарили американцам 46 тысяч квадратных километров шельфа на которых потом шельф 46 тысяч нет 30 тысяч это водное водное пространство там огромные сказать то есть американцы с нами стали там ловить рыбу раньше это принадлежало нам но теперь это принадлежит американцам и шельф и вот это морское пространство где где рыбина причем сразу об этом известно не было это стало известно через несколько лет когда уже советского союза не было то есть втихаря видимо на обмен размен каких-то сказать политических преференций было совершено вот это вот эта вещь совершенно вообще в принципе за такие дела нужно зайти за торговлю территории надо ставить к стенке в принципе восьмое соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений в скобочках о снв 1 июль 91 года начало сокращения ядерного оружия главным образом за счет ссср соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений 1 о снв 1 июль 91 года начало сокращения ядерного оружия главным образом за счет ссср 9 разрушение Для промышленности, запишем цифры в скобках, в 1990 году показатели прироста промышленного производства достигли почти нулевого уровня. Для сравнения, прирост промышленной продукции в 1986-1990 годах за пятилетку – это нулевой уровень за 1990 год. Запишите цифры. В 1986-1990 – 13%, а предыдущая пятилетка была 29%. В 1981-1985 – 29%, в 1986-1990 – 13%. Инфляция в 1991 году была 25% в неделю. 25% в неделю инфляция. Дефицит бюджета, запишите, пожалуйста. Это результат горбачевских экономических реформ. Дефицит бюджета – 100 миллиардов рублей. Это 11% валового продукта. 11% валового продукта. Точка с запятой. Уменьшение золотого запаса страны в 10 раз по сравнению с 1985 годом. Запишите. В 1985 году у Советского Союза золотой запас был 2400 тонн, а в 1991 году уже было 240 тонн. Хороший вопрос. Я думаю, что значительная часть была вывезена и вложена в западную экономику. Есть люди или второе их поколение, которые уже держат секреты этого всего дела. Кроме того, когда Хазбулатов пишет о воспоминаниях, когда они взяли власть в 1991 году, оказалось, что денег в казне нет. Деньги уже все были вывезены. И золота мало осталось. Моя версия такова. Когда в 1989 году те люди, которые собирались отодвинуть КПСС от власти, но не ломать Советский Союз, но они понимали, что отодвинуть КПСС от власти – это часть ГБшного аппарата, часть номенклатурного аппарата, им нужна была помощь Запада. Но в 1989 году стало ясно, что Запад их переиграл. И с этого момента они начали создавать закрытую партийную экономику. В 1992 году осенью я участвовал в качестве одного из экспертов. Был такой судебный процесс. Ельцин против КПСС. Процесс был имущественный. Речь шла о том, является ли КПСС юридическим лицом. То есть, имеет ли КПСС право владеть тем, чем она владеет. Это интересный вопрос. Дело в том, и причем мы, Ельцин хотел политического процесса, наша же экспертная группа говорила о том, что надо оставаться в рамках советского гражданского права. И здесь есть один нюанс. Вот я хочу, чтобы вы это, так сказать, уяснили. Он очень интересный. По советскому гражданскому праву, любая организация являлась существующей в том случае, если государство ее разрешило. Если государство разрешило. У нас государство разрешило все организации, кроме одной. Потому что эта организация КПСС, это она разрешила государство. То есть, КПСС была над законом, если угодно, вне закона, в стороне от закона. И вот если вы посмотрите советские учебники по гражданскому праву, там написано, что источником права в Советском Союзе является решение Коммунистической партии Советского Союза. То есть, КПСС была над законом. И руководство советское это очень хорошо понимало. Когда мы были экспертами на суде, что вот это очень интересный момент, кстати, юридический момент. КПСС, ВКПБ пришла к власти в 17-м году, она сама себя разрешила, она создала государство. Все, вот она создала. И очень интересно, иерархия организации административных в Советском Союзе была такова. Чем более высокое место занимает та или иная организация в административной системе, тем менее юридически она обусловлена. Чем ниже ее статус, тем больше она юридически обусловлена. А теперь, представляете, в 91-м году пирамида перевернулась, и оказалось, КПСС вообще вне закона. Вот чем хитрость. Кстати, в 90-м году советские руководители это прекрасно понимали. Поскольку мы работали, наша группа работала, нам дали всякие закрытые материалы, и вот очень интересное письмо. Мы его как раз и опубликовали. Мы с купюрами, потому что там были вещи, которые не нужны были, но оно до сих пор гуляет в интернете в том виде, в котором мы его запустили. Ни один человек, даже если бы Горбачев не был таким серым человеком, каким он был, ни один человек не мог развалить Советский Союз. В развале Советского Союза была заинтересована целая группа людей. Но, повторяю, сначала эти люди не собирались разваливать Советский Союз. Они хотели отодвинуть коммунистическую партию Советского Союза от власти. И момент истины наступил. Вот сейчас мы возвращаемся. Помните, я вам рассказывал, что в 1973 году произошел нефтяной кризис в мире. И цены на нефть поднялись в шесть раз. В результате в 1974-1975 годах Советский Союз пришло 170-180 миллиардов долларов. Это по нынешним ценам 1 триллион. Их отчасти вложили в советскую экономику. Отчасти вложили не в советскую экономику. А вложили в западную экономику те люди, которые рулили Советским Союзом. Это они не в карман себе положили. Это был загашник на будущее. Насколько я догадываюсь, этим занимался международный отдел СК КПСС. Но отсечены от этого процесса оказались две очень важные структуры. Армия и КГБ. Они оказались отсечены. То есть пришли огромные деньги, а вот вам, ребята, дырку от бублика. И, естественно, любая административная структура пытается вернуть ситуацию, чтобы поучаствовать в освоении денег. Вот представьте, мы с вами руководители армии и КГБ. Пришли огромные деньги, мы облизываемся, а нам говорят, о, ребята, идите гуляйте. Что мы должны сделать, попытаться решить этот вопрос? Что нужно, чтобы мы начали распоряжаться этими деньгами? Мы еще не разрушаем Советский Союз, не проводим никакие реформы. Вот каким образом армия и КГБ, используя свои функции в стране, как они могут решить этот вопрос? Что нам нужно сделать, чтобы мы начали распоряжаться вот этими вещами? Конечно, Афганистан. А мы начинаем войну. Причем, смотрите, были очень серьезные расхождения между тем, какие данные поставляла, скажем, группу Афганистану и КГБ. КГБ пишет, что Амин собирается выйти на контакт с американцами, нужно вводить войска. ГРУ, которые внутри армии, но тем не менее, они не поддерживают это все. И МВД не поддерживает. Там очень интересная вещь, кстати, произошла. После того, как был взят штурмом дворец Амина, туда полетел заместитель министра внутренних дел, посмотреть, что там происходит. Потому что шло противостояние МВД и КГБ, и Щелоков отправил своего заместителя в Афганистан. Он прилетел и должен был выступать на политбюро. И вечером, накануне своего выступления, он застрелился. То есть, что такое было ввод войск в Афганистан? У нас некоторые такие горячие головы патриотов говорят, вот Андропов был американский агент, поэтому нас туда втянул. Да ничего подобного, он не был никаким американским агентом. Он реализовывал свою ведомственную программу, и КГБ Андропова хотело поучаствовать в освоении денег, и армия хотела. Теперь смотрите, мы вводим войска в Афганистан, страна воюет, значит, армия и КГБ переключают на себя целый ряд важных финансовых потоков. Кроме того, они седлают героиновый поток из Афганистана, который вот в этих цинковых гробах начинают, так сказать, отправлять в Советский Союз. И начинается второй виток мафиозного развития в Советском Союзе. Дело в том, что в 1947 году по личному приказу Сталина в лагерях были расстреляны 300 воров в законе. Без суда и следствия, просто взяли и расстреляли. И после этого, в общем, воров в законе начали выращивать уже соответствующие органы. И до середины 70-х годов так называемой оргпреступности у нас как таковой почти не было. Вот Афганская война, которая решила проблемы армии и КГБ, она стимулировала развитие еще и оргпреступности как побочный продукт этого процесса. А дальше смотрите, что происходит. У людей есть деньги, люди получили деньги, эти два ведомства, еще какая-то КПСС, Старье какое-то, какой-то Брежнев, какой-то Чернянка. Надо их отодвинуть от власти и, так сказать, реальное, чтобы власть была у ведомств. Но это невозможно сделать без контактов с Западом. Помните, я вам говорил закон о государственном предприятии, когда 200-250 предприятий получили право непосредственного выхода на мировой рынок. И помните, что дальше произошло? Я выхожу на мировой рынок, я продаю за доллары, возвращаюсь, обмениваю доллары на рубли. Огромная рублевая масса, а в Советском Союзе было всегда равновесие между рублевой массой и товарами. А здесь это все ломается. И все это летит в тар-тарары. И в какой-то момент западные партнеры, вот как партнеры из анекдотов, то, что я вам рассказывал, они переигрывают. И та команда, которая собиралась отодвинуть КПСС, они понимают, они, как вот в рекламе телевизионной, е-мое, что же я наделал, там я чинил свет, и, так сказать, в двух домах вообще вырубился свет. Они поняли, что они проиграли, значит, мы уходим, мы создаем невидимую систему, система Союз, мы выводим деньги за рубеж, там золото, пятое, десятое, то есть, да, и находим людей, которые, сейчас, секунду, и находим людей, которые будут нашим фасадом, и их все будут ненавидеть. И в 89-м году появляются, как двое из Ларца, то есть, их было больше, Гусинский, Смоленский, Ходорковский, Березовский, они все, вот, их ненавидьте, а мы будем немножечко сзади стоять, так, и, вот. Так что, вот, таким образом здесь. Дальше поехали, записываем. Десятая арабская ситуация в Прибалтике, то, о чем мы с вами говорили, Вильнюс, Рига, январь 91-й год. Вот, как потом признали сами же литовцы, это была, так сказать, провокация, советские войска были спровоцированы. Но Ельцин использовал это, он тут же, ну, он, естественно, начал бить себя кулаком в грудь, там, гобня, пятое, десятое, и он подписал договор, российская РСФСР подписала договор с Эстонией 13 января, и с Латвии 16 января, то есть, смотрите, что происходит. Россия подписывает договора с Эстонией и Латвией, а Советский Союз, центр, Горбачев, остаются в офсайде политическом. И еще здесь, выступление Ельцина по телевидению с требованием отставки Горбачева 16 февраля. Одиннадцатое, мартовский референдум о будущем Советского Союза в девяти республиках. В шести республиках он не проводился. Семьдесят процентов выступили за сохранение обновленного Советского Союза. Двенадцатое, очень важная вещь, даже ее подчеркните. Сейчас мы запишем, я расскажу, что произошло. Конфликт между российской и центральной властью во время третьего, внеочередного съезда народных депутатов РСФСР. Значит, что произошло? Руководство Советского Союза решило, используя противников Ельцина в самой Российской Федерации, Ельцина снять с должности на внеочередном съезде народных депутатов РСФСР. Собственно, съезд этот созывался именно для того, чтобы Ельцина подать. Но переусердствовали люди. Они не понимали, что нужно работать тщательнее, как Жванецкий говорил, и нежно-нежно. А они сработали топорно. Что они сделали? Они решили депутатов напугать. Депутаты жили в гостинице России, снесенной ныне. И в Кремль они шли через Красную площадь. На Красную площадь были выведены танки. И депутаты шли между танками. То есть они почувствовали себя оскорбленными. Ельцин, как человек, который небольшого ума, но с хорошим чувством власти и хорошо чувствующий звериной, чутьерской, такой политической ситуации, он переломил ситуацию на съезде, и даже те, кто был его противниками и готовы были проголосовать против него, они оскорбились. Как это? Мы народные депутаты РСФСР, а тут нас сквозь танки ведут. И Ельцин, воспользовавшись этим, потребовал от Горбачева убрать танки. Пока не уберете танки, не начнем съезд. И его в единодушном порыве поддержало 95% депутатов. И Горбачев сдулся. Он отдал приказ убрать танки. В этот день обозреватель Максим Соколов в газете «Коммерсант» написал статью, которая называлась так «Великий центр умер». Это действительно было поражение, после которого Горбачев уже пошел и на подписание Новогорёвского процесса, это мы сейчас с вами запишем. То есть 27-29 марта – это момент истины в отношениях РСФСР и центра. Если бы не вывели танки на Красную площадь, то очень может быть, что на съезде разгорелась бы борьба и Ельцина бы подали с его должности главного российского человека. Но сделали тупо, ломом по лбу. И поэтому лом по лбу попал себе прежде всего. Тринадцатое. Новогорёвский процесс. В кавычках «Новогорёвский» 9 плюс 1. 9 республик и Советский Союз. Новогорёва – это место под Москвой, где проходил вот этот процесс. Новогорёвский процесс. Апрель 1991 года. Решение подписать новый союзный договор 20 августа 1991 года. Обратите внимание на дату. На 20 августа 1991 года назначалось подписание нового союзного договора. То есть Новый Советский Союз, 9 республик. Остальные эти 6 не хотят, пусть уходят. Но центр остаётся и 9 республик. И, конечно, это была бы уже не федерация, а конфедерация. Четырнадцатое. Избрание Ельцином президентом РСФСР 12 июня 1991 года. Вот мы сейчас празднуем 12 июня День независимости России. Это на самом деле мы празднуем личный праздник Бориса Николаевича Ельцина. Его независимости от Горбачёва. Здесь же активная работа представителей американских фондов и структур, за которыми были, естественно, ЦРУшная публика, с Ельцином и его командой. Вот здесь активизировался этот процесс. Вообще с ним работали с 89-го года, потом ещё интенсивнее с 90-го года. Но вот здесь, как только он был избран президентом РСФСР, с ним начали работать уже совсем плотно, ведя его к власти. Пятнадцатое. Указ номер 14 Ельцина о депортизации производственных коллективов 20 июля 1991 года. Вот это одна из двух вещей, которая спровоцировала людей на путч. Указ номер 14 Ельцина о депортизации производственных коллективов. Значит, смотрите, помните, я вам рассказывал, что принципом организации КПСС он назывался территориально-производственной. На самом деле он был производственно-территориальным. То есть любая фабрика, любой завод, любая больница, там было ядро. Ну, партийная организация. Указ Ельцина гласил, что все теперь на производстве партийных организаций быть не может. Вот у вас есть райком партии, вот туда и идите. А на производстве теперь партийных организаций не будет. Это был страшный удар по КПСС. Я хочу напомнить, что пытался Хрущев ввести в 1962 году территориальный принцип в организацию КПСС, когда он разделил партийные комитеты на городские и сельские. Это ему стоило его должности. Он слетел, это была последняя капля и главная причем капля. Значит, Ельцин сделал ход еще более жесткий и крутой. И вот очень интересно, что в секретных материалах коммунистической партии, которая была уже создана к тому времени, коммунистической партией РСФСР, там говорилось буквально следующее, что организации, партийные организации, должны всячески саботировать антинародное, так было сказано, антинародное решение Ельцина. А в случае, если не удастся их саботировать, то территориальные организации партии должны функционировать так, как если бы они были производственными. То есть, производственная организация КПСС, это вот, как Жеглов говорил, а здесь у них лежбище. Вот это вот было, это суть главная. То есть, он, Ельцин, ухватил главное. Здесь же патриотическое анти-Ельцинское обращение, слово к народу 23 июля 1991 года. Это общественные деятели и писатели, например, Александр Андреевич Проханов, там подписался, Бондарев. Это было обращение, слово к народу называлось, что страна в опасности, вот-вот развалится страна. Нужно что-то делать. Приватная встреча с Горбачевым, с Ельцином и Назарбаевым, предложившими отправить в отставку тех, кто впоследствии возглавил ГКЧП. Вот здесь видно, что Горбачев пытался играть на противоречиях двух групп. С одной стороны, Ельцин и стоявший за ними главы республик, а с другой стороны, это те, кто потом действительно вошел в ГКЧП. 16-е. Августовский путь 19-21 августа 1991 года. Тире. Провокация с двойным дном. Чего хотел ГКЧП? Знак вопроса. Государственный переворот ельцинистов. ГКЧП – это государственный комитет по чрезвычайному положению. Утром 19 августа по радио сообщили, что в связи с тяжелой болезнью генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева власть временно переходит к Государственному комитету по чрезвычайным положениям. Устраняется все, что противоречит Конституции с 1977 года, то есть съезд народных депутатов, все это к хренам, все мы возвращаемся к советской системе. И, по сути дела, когда, говорят, это была попытка пуч-переворот, эти люди ни в чем не нарушали Конституцию. Вот в чем дело. Так же, кстати, как когда была создана Третья июньская монархия, опора Столыпина, там тоже Николай II не нарушил законодательство Российской империи. Он нарушил манифест, Октябрьский манифест всего лишь. Так вот, при этом, если это переворот, то почему же тогда вот эти вот путь чистые, что мы делаем? Мы с вами переворот затеяли. Что мы первое делаем дело? Нет, нет, Горбачев все, он сидит на Форосе. Как потом выяснится, на самом деле, это было, как Галич пел, рыжий все на публику, никто его не блокировал, это было все хитрее. Мы берем под контроль совершенно почта, телефон, телеграф, аэропорт и арестовываем людей типа Ельцина. Ничего не было сделано, ничего не было сделано. Процесс пошел совсем по-другому. И 21 числа ГКЧПисты сдулись, то есть полетели к Горбачеву, как это самое, мыши к Кату Леопольду, сказать, давай-давай дружить и так далее, и так далее. Но дело вот в чем. Как потом выяснилось, ГКЧПисты, их было семь человек, во главе с вице-президентом Янаевым, кличка, крикуха в бытность комсомольским вожаком Гена Стакан, понятно, наверное, почему. Так вот, эта семерка обсуждала с Горбачевым введение чрезвычайного положения. И Горбачев в своей манере не говорил ни да, ни нет, но создал у них впечатление, что он их поддерживает. И уехал отдыхать в Форос. А потом объявил, что это, оказывается, его там закрыли, заперли и так далее. Насколько мне известно, эта информация еще не появлялась, в открытую она не появлялась, но в информированных кругах об этом знают. Дело в том, что на сентябрь, на конец сентября, начало октября 1991 года планировался пленум ЦК КПСС, где Горбачевы должны были отрешить от власти. Очень может быть, что его после этого арестовали бы. И вот этот путь, он спутал все карты тем людям, которые, если эта информация верна, которые задумывали эту акцию. Она, путь заставил. То есть, вот эта акция оказалась фальшстартом. То есть, вышли люди, вроде бы они действуют и вместе с Горбачевым, а вроде бы и не вместе. При этом они говорят о введении ГКЧП, но они не ставят под контроль ни почту, ни телеграф, ни телефон. Был, правда, приказ арестовать Ельцина, КГБ, но он не был выполнен. Что это за система такая? То есть, это очень, на самом деле, похоже на провокацию. Хотя, вообще, любая провокация может обернуться и, так сказать, не провокацией. В качестве примера я очень... Она может, то есть, обернуться чем-то другим. Я очень в качестве примера люблю приводить эпизод из фильма «Рим». Кто смотрел сериал «Рим»? Очень рекомендую. Значит, дело в том, что вы, наверное, знаете, был такой человек Юлий Цезарь. В политику Юлий Цезарь пошел по одной простой причине. Он задолжал очень много человеку по имени Марк Крас. И он пошел в политику, чтобы, так сказать, отработать деньги. Ну, он действительно, так сказать, стал, он стал консулом, деньги отработал, вот. Ну, и однажды Марк Крас ему сказал, ну, хватит, ты уже заигрался, деньги отданы, все, так сказать, давай, в смысле, вали из политики. На что цель искал, а я уже не играю. Кончилось все очень плохо для, правда, Краса убил не Цезарь, так сказать, убили Помпея, но Крас погиб во время военного похода, ему отрубил, а перса отрубили голову, парфяне отрубили голову. Так вот, в любой политической игре можно заиграться. И Ельцин прекрасно понимал, что есть риск. И, в принципе, есть информация о том, что Ельцин договорился, что в случае чего он будет искать убежище в американском посольстве. Но все вышло так, как оно вышло. 17. Крах нового Огаревского процесса и де-факто распад СССР. 18. Приостановление деятельности КПСС на всей территории России. Произошло это в 17 часов 9 минут 23 августа. Ну, часы можно не записывать. 23 августа. Приостановление деятельности КПСС на всей территории России. В ноябре запрет деятельности КПСС на всей территории РСФСР. Причем вот этот запрет Ельцин подписал бумагу в максимально унизительной форме для Горбачева. Дело в том, что это была встреча с общественностью, и Горбачев как раз выступал. Ельцин сидел в президиуме, но там бесновалась демократическая общественность, кричала чего-то Горбачеву. Горбачев что-то отвечал про КПСС, и кто-то из зала, естественно, это было договорено, кто-то выкрикнул, вообще КПСС нужно запретить. Вот Ельцин с радостной такой улыбкой сказал, а вот сейчас я и подпишу указ о запрете КПСС. Горбачев был потрясен, он повернулся к Ельцину и начал ему говорить, Борис Николаевич, не делайте этого, не делайте этого. Ельцин, у него было такое выражение, такого сладострастного садизма, и он так подписал и показал, указ подписан. А Горбачев стоит, несчастный на этой трибуне, ну и Горбачеву ничего не оставалось делать, как сказал, сказать, я за демократию, и вот если вы, Борис Николаевич, будете за демократию, то все будет в порядке. Но это уже было, это как Галич пил, это рыжий, все на публику. То есть Ельцин действительно рассчитался с Горбачевым, но формально до сих пор, пока существовал Советский Союз, и формально Горбачев числился его президентом. Поэтому, как потом скажет Ельцин своему окружению, кто-то Хазбулатов или Бурбулес в мемуарах об этом пишет, он им сказал буквально, чтобы свалить Михаила, надо будет пожертвовать Советским Союзом. То есть Советский Союз нужно было довалить, потому что иначе Горбачеву не убрать. Девятнадцатое. Подготовка к обвальной либерализации цен с целью лишить населения средств реально участвовать в приватизации. Ну то есть поскольку была задумана приватизация, нужно было сделать так, чтобы у населения не было средств для того, чтобы участвовать в приватизации. Для этого нужно поднять цены, чтобы у людей сгорели сбережения в сберкассе. В это время, сейчас давайте я вам расскажу ситуацию, потом мы запишем. В это время, осенью 1991 года, так называемые наши демократические СМИ нагнетали кампанию страха перед голодом. То есть писалось, что в России будет голод, будет гражданская война, потому что у нас нет достаточно хлеба. И вот теперь запишите, пожалуйста. Гайдар, двоеточие. Это его тезис. Полугодовая потребность страны в хлебе 25 миллионов тонн. Это Гайдар говорит. Обязательно запишите эти цифры, потому что вам будут еще много раз определенные люди пытаться втюхивать, что гайдаровская реформа спасла страну от голодя гражданской войны. Это абсолютная ложь, причем ложь очень такая наглая. Гайдар, полугодовая потребность страны в хлебе 25 миллионов, а на конец 1991 года в стране якобы осталось 10 миллионов тонн. При месячном потреблении 5 миллионов тонн. Ну понятно, тогда два месяца и все, кранты, голод, гражданская война. Реальность, двоеточие. Гайдар считал хлеб вместе с кормовым зерном. На самом деле месячное потребление 2 миллиона тонн. К этому надо добавить. Было 2 миллиона тонн в госрезерве, и 3,5 миллиона тонн должно было прийти в декабре-январе по импорту. Это были уже проплаченные зерно. То есть до нового урожая в конце июля 1992 года страна совершенно спокойно доживала. И самая главная ложь Гайдара. 25-26 миллионов тонн – это годовое потребление, а не полугодовое. Полугодовое – это 15 миллионов тонн. И вот этих 15 миллионов тонн хватало. Но шла манипуляция цифрами. Население задурили тем, что считали вместе кормовое зерно и то, которое шло в качестве хлеба на питание людям. И после этого много раз говорили, Гайдар спас страну от голода, Гайдар спас страну от гражданской войны. На самом деле в 90-м, в 91-м годах в Советском Союзе был совершенно фантастический урожай в сельском хозяйстве, но зерно не покупали у колхозников, или покупали и сваливали его куда-то на обочину. Вместо этого втридорога покупали у канадских фермеров зерно, объясняя, что нет у нас зерна, у нас голод. Например, такой был публицист Лацис. Он даже написал осенью, потом в 92-м году он написал «Россию ожидал голод в 92-м году». Ну и действительно, эта пропаганда сработала. 20-е. Встреча Ельцина, Кравчука и Шушкевича. Кравчук – это Украина, Шушкевич – это Белоруссия. В Беловежской пуще. Денансация союзного договора 22-го года. Объявление о создании СНГ – Союза независимых государств. Здесь два интересных момента есть. Ну, потом это голосовалось, соответственно, в парламентах Белоруссии, Украины и России. Так вот, в Белоруссии был один депутат, единственный, кто проголосовал против распада Советского Союза и создания СНГ. Как вы думаете, кто это был? Лукашенко. Совершенно верно. Горбачева, очень интересно, Горбачева оскорбил не сам факт встречи этих трех людей. Горбачева оскорбила то, что первым человеком, кому позвонил Ельцин и сказал, что они это сделали, был президент Соединенных Штатов Америки. И только после этого Горбачева. Вот это Горбачева больше всего задело. Что должен был бы сделать Горбачев, как президент страны, вот после этого? Он должен был отдать приказ об аресте вот этих трех людей. И, в принципе, поставить к стенке за государственную измену. Но он этого не сделал. Потому что вряд ли его послушали бы. А может и послушали бы. Но самое главное, Вашингтонский обком партии не одобрил бы. Принятие... Да, это произошло 8 декабря 1991 года. Принятие декларации об окончательном прекращении существования СССР. 21 декабря. 21. Занятие России, место СССР в Организации Объединенных Наций. 24 декабря 1991 года. Переименование РСФСР в РФ. То есть, вышвырнули социализм и получилось РФ. 25 декабря 1991 года это произошло. Обращение Горбачева к народу с заявлением об отставке. 25 декабря 1991 года. Горбачеву сначала было обещано две недели. Ну, потому что тут Новый год. Ему было обещано две недели на то, чтобы он пришел, забрал вещи из своего кабинета. Там и так далее. Две недели ему с 25 декабря. Когда он 26 декабря пришел в Кремль, оказалось, его вещи вышвырнуты из кабинета, а кабинет опечатан. А 27 декабря Ельцин уже сидел в кабинете Горбачева. И, как вспоминает, кажется, Бурбулис или кто-то еще из помощников Ельцина, он вошел в Георгиевский зал Кремля и сказал, вот ради этого стоило жить. Кто в Георгиевском зале Кремля, кто бывал? Ну, это красотень. Вот, он сказал, вот ради этого, смысл был такой, ради этого стоило завалить Михаила Горбачева и так далее. Здесь же оценка Клинтоном в речи перед членами Комитета начальников штабов США в 95-й год победы США над СССР в холодной войне. Это та самая фраза, о которой я вам уже говорил. Мы позволим России быть, но не позволим ей быть великой державой. 22-е, последнее, поздравление Бушем американского народа с победой в холодной войне в 91-м году и учреждение медали ветерану холодной войны. Это уже после распада СССР. Все, на этом советская история заканчивается. Начинается история Российской Федерации, 25-летняя, по-своему, очень динамичная. Но об этом мы с вами поговорим в сентябре. Две-три лекции я вам прочту по, скажем, одну-две лекции по Ельцинскому периоду, одну-две по Путинскому. Но это уже другая страна, другая история. А, собственно, в этом году мы с вами курс закончили. Я вам желаю удачного лета, отдохнуть как следует. Все, спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.